И проблема сразу в том, что я чувствую, у них нету коробки, как у этих грипс. Сейчас мы узнаем, паль это или оригинальные грипсы этих, просто без своей фирменной упаковки. Итак, дорогие друзья, это паль. В аренном тоже это понятно. Ну и вот по вот этому месту тоже все понятно. Мир изнутри, помнишь, я летала ли, я смотрю, глаза твои, это ведь все по любви. Меня обними, мое сердце в загадах, счастливые дни, я как будто крыла, досмотри, мои сны увидели, куда ты. Итак, собственно, всем привет. Это, ну как всем привет, виделись уже в этом видео. В общем. Итак, ребята, обобщаем по этим грипсам. Грипсы этих нет. Без коробки не этих. И дороже, к сожалению. Это негативный момент. Баренда, естественно, не этих. Это, скажем так, плюс, потому что этих баренды, они говно. Дальше, ну все, в принципе. Если говорить именно о грипсах по факту, закрыв глаза на то, что они немножко не соответствуют описанию, они полная копия этих грипс. Они очень удобные. Я на них покатался. Они очень удобные, мягкие и довольно-таки толстые. То есть все, как бы, критерии, по которым я их купил, они соблюдены. Плюс они еще большие, да. То есть размер тоже здесь для меня имел значение. Вот эти вот все вот углы, они здесь тоже присутствуют. Как вы могли уже видеть ранее. То есть все, в принципе, соблюдено. Есть неприятные моменты в виде несоответствия описания товара. Поэтому, я думаю, я открою спор. Потому что все-таки там были картинки этих грипс. А это далеко не этик, к сожалению. Далее были у меня косяки по таможне. Были там, к сожалению, посылка отслеживалась. И я думал, что эти грипсы поедут из Китая, что было бы интересно. Но нет, они поехали из Финляндии. То есть магазин, который мне их отправил, находится в Финляндии. И, ну, уже получается, я немножко расстроился, что не из Китая. Но, с другой стороны, обрадовался. Ну и, как назло, посылка начала отслеживаться с первых дней. И через неделю она уже была в Беларуси. И неделю провела в Беларуси. И, короче, наступает этап таможни белорусской. И там написано что-то типа... Сначала началась таможенная чистка. И потом идет такая надпись, как посылка возвращается обратно отправителю. И все, я такой ахтунг, все, трындец. Ну и дальше через, получается, часов 12 написано «Выпущено таможней». И я думаю, выпущено таможней в какую сторону? Обратно отправителю или уже мне? Ну, было пофиг, я ждал. И, как назло, эта посылка отслеживалась по трем, получается, почтам. По моей белорусской, по какого-то хрена по российской почте. И непосредственно через сам Алиэкспресс. И я такой думаю, почему бы мне отследить ее по белорусской почте? Смотрю, а она уже приехала. И я, в принципе, могу ее забрать. Единственное, что извещения нету. Я взял паспорт и пошел, забрал посылку. Ну, собственно, да, я немножечко попереживал за то, что я останусь без этих грипс. За деньги я не переживал. Переживал за то, что они мне не доедут. Ну, как видите, доехали. И качеством этих грипс я доволен. Вот. Поэтому, реально, в принципе, можно купить, если вы в такой же фигне, как и я. Потому что, если я закажу где-нибудь из Рашки эти грипсы, то у меня получится подороже. Да. В общем-то, я вам все рассказал. Во влогах вы будете видеть, что они у меня. Я их не просто для видоса купил. Вот. Я на них буду кататься. Одис свои я уже продал. Вот. На этом все, ребята. Если вы хотите, чтобы я еще что-нибудь заказал с Алиэкспресса, я тоже хочу. Поставьте лайк под этим видео. Подпишитесь на канал. Ну, и напишите в комментариях, что бы было вам. Звонят мне тут во время записи роликов. В общем-то, да. Пишите в комментариях. Пишите, как вам эти грипсы. Пишите, что вы хотели бы еще видеть. И на этом все. Подписывайтесь там. Пока. Пишите, как вы видите. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.